Всем привет, ребята! Я Алиса, и сегодня вместе с вами мы откроем и посмотрим новые покупки для Милеши. Как вы знаете, ей уже пошел четвертый месяц, и она очень сильно выросла, и много одежды нам стало просто маленькая. Поэтому я решила заказать ей новую одежду, а также я знаю, что у деток в таком возрасте уже после четырех месяцев начинают резаться зубки, и я заказала ей новые игрушки-грызунки и замечательный шезлонг, который мы тоже сегодня распакуем, соберем, посадим Милешу и посмотрим, нравится он ей или нет. Милене уже очень надоело лежать в качельке, поэтому на замену мы заказали на озоне ей такой шезлонг. Стоимость шезлонгов была разная и по 30 тысяч, и по 20, и по 3, но этот обошелся 9 тысяч. Он как электрокачеля, но вы можете сами на фотке посмотреть, и работает он от пауэрбанка, управляется, по-моему, приложением на телефоне, и также просто от розетки, как и наша качеля. Давайте его скорее распакуем и посадим Милешу, потому что я шезлонг прям очень сильно ждала и долго выбирала. И цвет я выбрала серый, чтобы шезлонг сочетался с нашей комнатой, она у нас в серо-розовых тонах. Так, смотрим, что же нам здесь прислали. Понятно, одна часть какая-то шезлонга. Ребят, я сейчас, наверное, выложу все запчасти на стол и будем разбираться. Потом вот здесь хочу собрать и посадить Милешу, сразу включить, все затестить. Я надеюсь, ей понравится, потому что качелька нам очень нравится. Ребят, мы уже собрали наш электрошезлонг, здесь есть ремни безопасности. Сюда, как вы поняли, садим Милешу. Здесь в комплекте еще шел пульт, и можно включить вот так. Так, качается она не сильно, и еще можно включить музычку. Но мы ее давайте выключим, чтобы не мешало. И здесь еще плюс-минус регулируется качание. Но она почему-то у нас идет слабенькая, или мы привыкли к нашей электрокачели, которая как гонки. Но это такая прям... Ну, короче, давайте что объяснять, принесем Милешу и посмотрим, будет ли она здесь сидеть. Потому что, как я уже говорила, она любит менять положение, и ей не нравится постоянно лежать на одном месте. Милеша только проснулась, мы специально ждали, пока она пробудется, и можно будет поместить ее в этот шезлонг. Она, мне кажется, немножко в шоке на новом месте. Мы всегда, когда делаем новые покупки, и садим ее, например, в кокон, в мягкого медведя, она лежит с вот такими глазами. Что происходит? Куда вы меня посадили? А сейчас я не знаю. Тебе нравится мышонок? Да, смотрите, Наташа. Милеша или в хорошем настроении, или ей реально нравится. Только мне кажется, она немного проваливает. Ручки нужно вытащить, потому что они прям застреют. Вот так. И ребенок, кстати, в этом шезлонге может раскачиваться сам, вот так. Если его отключить, будет такое укачивание, да? Сама она любит как раз ножками дергать и раскачиваться сама. Можно даже выключить и посмотреть. Давай раскачиваться. Просто она только проснулась. Ну, мне кажется, Милеше понравилась, потому что, когда ей что-то не нравится, одежда какая-то, куда мы ее ложим, она сразу же резко паникует и просит взять ее на ручки. А тут она прям спокойненькая, да? Агу! Ну все, Милеша оценила, это главное. Переходим к другим покупочкам, там будут еще игрушки. Короче, много всего интересного я заказала сегодня на Азон. А нашу Милешу мы укладываем дальше, да? Или не хочешь спадки? Ребята, вы, кстати, спрашивали, где находится Милеша, когда у нас съемки. Приходит моя мама и помогает сидеть с Милешей, потому что она реально очень активная, и она нам не даст снять, если мы ее оставим в комнате. Поэтому она уходит кайфовать, кушать после сна, а мы будем дальше распаковывать ей подарки, да? Так, что же я такого позаказывала? Если честно, столько всего выбрала, поэтому давайте рандомно открывать пакетики и смотреть. Но здесь все для Милены, полностью для меня ничего нету. Как ни странно. Так, это у нас что? О, погремушка с колечком. Ну, это обыкновенная детская погремушка. Я брала специально тоненькую, чтобы маленькие ручки Милеши захватывали ее. Крупные погремушки ей еще не подходят. У нее такие маленькие пальчики, она пытается схватить, но не может. Дальше здесь идет... А, вот такая штучка. Сейчас я вам расскажу. Комфортер, кажется, она называется. Это обыкновенный зайка. Видите, развиваемся, играя. Здесь все элементы шуршат, как и любят детки. И еще говорят, что можно укладывать ребенка спать с этой игрушкой. Она невесомая, легенькая, и его не потревожит. Главное, что все шуршит, потому что детки такое любят. Еще здесь есть какой-то еж. Это все? Вот такой еж. Если честно, не помню, что он делает. Я просто взяла детские товары и читала по отзывам, что понравится. Поэтому давайте вместе его откроем. Вот такой электронный еж. Здесь показана музычка. Стирать его можно. И ребенок. Наверное, музычка, да. Он чисто музыкальный. Ну, сейчас открою. Итак, нажимаем на животик. Ребят, он так классно вибрирует. Мне кажется, Милеши понравится. Если его к животику приложить. Не знаю. Будем тестить. Подписывайтесь на мой инстаграм. Еще музычка. Ой, как тебе выключить? Лягуха. Очень много мелодий, но я не знаю, как его выключить. Все, ребят, я поняла. Нужно сделать долгое нажатие, как при выключении айфона. И тогда все выключится. Мелодий здесь штук 5, не меньше. Я думаю, Милеши оценит. И это игрушка 0+. Пока мы выбираем категорию 0+. Или от 4 месяцев. Это грызунки. Так, идем дальше. Ого. А, вот это и для зубок бананчик. Специально в чехле заказывала. Были еще без чехлов. Посмотрите, здесь щеточка. И когда у Милеши будут резаться зубики, этот бананчик нужно простерилизовать. И давать ей, чтобы она чесала свои десна. Бананчик тонкий. Его можно вот так легко захватывать. И в рот. Короче, все понятно. А я всегда беру игрушки с чехлами, чтобы можно было наливать воду. И стерилизовать удобно в микроволновке. Еще такая маленькая перчаточка. Посмотрите, какая она миниатюрная. Просто в моей руке. Это то же самое для зубиков. Они идут все на 4 плюс месяцев. И надеваешь на Милешу эту перчаточку. Это, конечно, нужно все простерилизовать. Простирать, чтобы было стерильное. И она будет чесать свои десны. Мы уже ждем эти зубики. Там, кстати, уже начались крики. Походу, Милеша просится обратно в шезлонг. Слышу, как мама ее успокаивает. Ну ладно, переходим дальше. Вот такая погремушка эта. Хрустит, пищит, хрустящая пищалка. Тоже тоненькая ручка. Я теперь беру все тоненькое, потому что накупила толстых погремушек, и Милеша с ними не играет. Ой! Если такие звуки будут ночью или в квартире, я не выдержу. Зря, наверное, я ее купила. Но вообще выглядит прикольно. Это у нас олененок. Что еще? Еще шмот будет, ребят. Надеюсь, он мне пришел, потому что я покажу любимые костюмы Милеши. Вы часто спрашивали, какая ваша любимая одежда, которую вы носите постоянно. Так. Вот как раз это тот шмот. О, все в одном пакете. Сейчас будем по одному распаковывать. И еще. Короче, покажу нашу любимую фирму. Вот, запомните эту фирму. Мы покупаем на Азоне, но они, по-моему, и на сайте у них официальном есть. Очень крутое качество. Покупала комбезы, коконы, еще когда была беременна. И Милеша вот до трех месяцев носила. Мы стирали каждый день эти кокосики. У нас уже даже есть прикол. Если оденешь кокосики, то его сразу нужно стирать, потому что она то срыгивает, то еще чего хуже. Ну, вы сами понимаете. И вот эта ткань, она вообще очень приятная. Натуральный хлопок здесь. И никаких ни катышков, ни цвет не полинял. Поэтому я решила взять теперь размер побольше. 68 сантиметров. Написано 4-6 месяцев. Как раз нам сейчас этот бодик подойдет. И тоже от этой фирмы, по-моему, я с длинными рукавчиками заказывала. Очень красиво упакованно. Мне кажется, даже на подарок можно. Люблю, когда вещи, особенно детские, качественно упакованы. Они просто приходят все в пакете. Ну, вы сами понимаете. Да, это такой комбез. У нас уже есть кокосики. Ой, он такой большой. Слушайте, он 68, но мне кажется, он нам только на весну. Ну, ничего, мы пока доносим наши старые такие комбезы. Это уже будет на весну. Смотрите, какой принт. Это маршмеллинги, по-моему, на палочках. У них там и печенье есть, и кокосы, и бананы. Такие смешные принты для мальчиков и для девочек. Так. И еще, смотрите, это что, кола или кофе? Тоже комбез. Только вот без ножек закрытых и без ручек. Кстати, здесь можно закрывать ручки, но для старших деток уже не идет. Кстати, нам уже такое не нужно, потому что Милеша ненавидит, когда руки закрыты. Царапки ей уже не нужны. Она ест свои кулаки. Если кулак она не ест, то она в бешенстве. Поэтому ручки теперь я беру открытые. Ну, размер. Имейте в виду, что они немножечко большимерят. Здесь написано 68, а здесь 74. Ну, мне кажется, это жесть какой большой. Ну, на весну будет. В принципе, большой, не маленький, ничего страшного. Вот это, кажется, та игрушка, которую я давно искала. Я уже по коробке вижу, просто объемная. Да, это она. Посмотрите, это выдра для сна. Я ее видела в обзорах на ютубе в детском мире, но на озоне была очень хорошая скидка. Посмотрите тоже, для чего она. Короче, ребенок, но здесь не показано просто, как он играет. Дети с ней очень хорошо засыпают. И сейчас я покажу, почему. Давайте ее достанем. Я ее открыла. Инструкцию мы сохраняем. И давайте попробуем. Видите? У нее животик сокращается туда-сюда, будто она выдувает и втягивает обратно живот. Короче, это нужно приложить к малышу. Так. Это нужно приложить к малышу на бочок, например. И когда Милеша будет спать, включаешь эту выдру, она сокращается. Тут еще есть белый шум, музыка, и ребенок так засыпает. Многие пишут, что их дети даже в старшем возрасте уже до сих пор спят с такой выдрой. Короче, она такая милая. Вот так. Я бы сама с такой спала. И она вибрирует не так, конечно, сильно, как еж, но очень-очень мягенько. А как будет Милеша с ней спать, я покажу в инсте Лисова Офф. Ссылочка будет еще в описании и на экране. Подписывайтесь, я покажу, понравится ей или нет. Потому что эту выдру я прям очень долго ждала. Что у нас дальше? В пакетах есть что-то тяжеленькое. Мне это напоминает потерянные посылки, только мои. Я тут... Адрес тут не скрыт. Я специально поэтому держу пакеты так, чтобы не спалить свой адрес. Хотя там ничего не падится, в принципе. Не страшно. Нормально. Вот. А что это такое? А, ребята, это карточки от нуля до пяти лет. Это карточки-говорилки, короче, развивать малыша. Я стараюсь выбирать игрушки не только там для сна, а какие-то музыкальные. Но и уже нам нужны какие-то развивашки. Поэтому выбрала вот такие по отзывам на озоне. Давайте их раскроем и посмотрим. Так, методичка здесь даже есть. Все есть. У тебя отлично получается. Короче, мне кажется, эти карточки нужно показывать ребеночку, и он звуки животных запоминает. Вот игу-ко-лошадь, гав-собака, мышка. И он так запоминает, какое животное, как разговаривает, какие звуки издает. Но тут написано от нуля. Мне кажется, уже скоро нужно начинать показывать. Хотя вот я не знаю, не рано ли нам, почему от нуля в ночь же еще ребенок вообще не понимает. Но мне кажется, если чем раньше начнешь, тем быстрее ребенок привыкнет. Здесь еще есть методичка. Я в этих штучках еще не особо разбираюсь. Поэтому можно читать, как их применять, как лучше играть, чтобы ребенку нравилось и так далее. Еще прорезыватель. Прорезыватель в виде браслета 4 плюс месяца, как я и говорила. Скоро нам уже надо, потому что 12 марта уже 4 месяца, представляете? Поэтому я его пока открывать не буду, пусть будет в упаковке. Потом будем давать милеши, когда пригодится. И вот такой тоже прорезыватель 4 плюс месяца. Он идет с водичкой внутри. Его можно положить или в микроволновку, или в холодильник. Потому что охлажденные деткам очень помогают. У них болят десна, режутся зубки. А это, говорят, успокаивает. Кстати, реально многие мамочки, я смотрела в инсте, говорят, что в холодильник очень помогают эти прорезыватели. Так, еще у нас остались пакетики. А дальше я уже что-то не помню. Ой! Это куб, точно! Развивающий куб-единорог. Ну, конечно, я заказала его, потому что он с единорогом. Так. Вот такой куб. С одной стороны идет зеркальце. Вот такое зеркальце малыши любят. Здесь тоже веревочки. У Милеши начинается уже такой период, когда она все пытается схватить и тянуть в рот. Вот. Чаще всего это, оказывается, мои волосы, поэтому я и покупаю такие игрушки. Он еще шумит, как погремушка, с одной стороны. О, и шуршит. Короче, я бы его назвала развивающий кубик антистресс. А вот эту штучку еще и грызть можно. Он со всех сторон какой-то интересный. Мне кажется, вот Милеши как раз уже такое зайдет. Еще в пакеты. Честно, ребят, я вот столько позаказывала, что не помню уже, что я заказала. Давайте вместе смотреть и вспоминать. Это у нас какой-то лунчик. А, это водный коврик. Ребята, я его так вот хотела. Нам еще такой попался в Мистери Боксе. Будет второй. Только этот с лунчиком. Водный коврик, я думаю, многие видели на озоне. Там просто на него 5000 отзывов. Я такая, что нужно покупать. Правда, он резиной пахнет, как круг. Он по типу надувного круга заполняется водичкой. Полностью заполняется водичкой. Естественно, когда будет здесь вода, все игрушки будут плавать. Милешу нужно будет выложить на животик. Ой, он еще и пищит. И она будет пытаться ловить эти фрукты, бабочки, здесь персики. Короче, когда он будет с водичкой, будет выглядеть прикольно. В инсте я вам тоже покажу. Поэтому подписывайтесь на мою инсту. Лисова Ов. Да. И ставьте лайки, ребят. Если вам нравится видео с Милешей, давайте наберем под этим видео 30 тысяч лайков. И я покажу вам новые покупочки для Милеши. Или устроим шоппинг в магазине. Поэтому, если хотите видео, просто жми лайк. Это мотивирует меня снимать больше такого контента. Если он, конечно, вам нравится. Я думаю, многие просили и ждали. Это тоже прорезыватель в виде кукурузы. Здесь водичка и здесь водичка. Принцип, как и у клубнички. Я просто взяла их много, потому что они постоянно роняются. Нужно их стерилизовать. Лучше пусть будет больше. Они много места в доме не занимают, поэтому норм. И еще такой пакет. А он какой-то плоский. Ой, чуть не резануло. Опять какая-то игрушечка. А, вот и комфортер. Все, ребят. По типу вот такого зайки, только зайка пищит. Это комфортер. Смотрите, он мягкий, сохраняет мамин запах и помогает малышам уснуть. Говорят, что эту игрушку нужно выкладывать на себя, чтобы она, как сказать, пропиталась твоим запахом. И потом Милешу вкладывать в кроватку. Если она будет беспокоиться, это поможет ей уснуть. Просто такой зайка. Он плоский. Очень такой невесомый, чтобы Милеше было не тяжело. Мы еще и, кстати, грелочки сейчас выкладываем. И многие, правда, пишут, что он очень хорошо помогает деткам успокоиться и уснуть. А у нас у Милеши как раз бывают проблемы. И ночью она такая активная. И сложно ее уложить в кровать. И это было все, ребят. Напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. Какие вещи еще может заказать для Милеши. Посоветуйте что-то интересное. Потому что я захожу на Озон и там пропадаю. Потому что там столько детских вещей, куча отзывов. Я все читаю. А больше всего я ждала эту выдру и шезлон, который понравился Милеше. И теперь у нее появилось новое место для времяпровождения. Посмотрите обязательно предыдущее видео. Покупки для Милеши. Вам оно тоже понравится. Подписывайтесь обязательно на канал. Жмите колокол, чтобы мы с вами не потерялись. И вы видели мои видео всегда. Ну а я вас всех очень люблю. Встретимся в новых сериях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok